Дорогие, Алиси, как всегда, Друзья, Светлана, Евгений, как мы рады. С возвращением. Ура. 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 Спасибо. Представители общества «Друзей музея» встретились со Светланой Мельниковой и Алисой Аксеновой. За чашкой чая вспоминали, какой нелёгкий путь пришлось пройти для того, чтобы встреча директора музея и общественников стала возможной. Два с половиной года, и вот эти экспонаты и так далее, мне кажется, надо собирать. И когда-нибудь из этого очень интересный материал может получиться. Ну, я не говорю не про экспозицию целую, но тем не менее, это как бы история современности. Вот что происходит в современной России, что бывает, когда принимаются такие решения, и как общество на это реагирует. Потому что интересные истории, которые, ну, может быть, и аналогов и нет пока. Напомним, общество «Друзей музея» было образовано весной этого года в самое напряжённое для Владимира Судельского музея время, когда бывший директор Игорь Конышев закрыл детский центр. Очередной шаг в так называемой «реновации» переполнил чашу терпения владимирцев, которые встали на защиту музейных традиций. Были организованы общественные слушания, участники которых направили письма в целый ряд инстанций. Начался сбор подписей за возвращение детского центра. И вот так, конечно, так случилось, что у нас тут развернулись, прямо скажем, боевые действия. Но в ходе этих боевых действий мы сплотили ряды. Мы, значит, у нас, ну, смотрите, у нас только в группе в социальных сетях 600, сколько? 600, 70, да. Ну, где-то так. Да, ну, где-то в районе 650. Синер-канал должен позавидоваться. Да, это не считая тех групп поддержки, которые целиком к нам вливались, а там было и по 2000, они наши новости распространяли. То есть, смотрите, конечно, это уже стало общее дело. После отставки Игоря Конышева друзья музея обратились в Министерство культуры с просьбой вернуть на эту должность Светлану Мельникову. С аналогичным предложением выступили сотрудники музея, которых поддержал губернатор области Владимир Сипягин. Дорогие ребята, спасибо вам огромное. И главное, это отклик пошел по городу. Вы не представляете. Вы знаете, люди, при том, знаете, приходят совершенно незнакомые. Ну, со всеми улыбаешься, конечно, здороваешься. И вы знаете, начинают говорить. Да я сына водила, а сын уже внуков водит. Главная цель достигнута, но друзья музея сам устраняться не намерены. Они считают, гражданское общество вправе влиять на то, что происходит в стране и в городе. Ключевой вопрос, ответ на который общественники безуспешно пытались получить от Игоря Конышева, о концепции развития музея, своей актуальности не теряет. Не посягая на функции директора, тот директор боялся этого и так далее, но зря совершенно, мы не посягаем на тот потенциал, который... Но хотелось бы видеть, да, хотелось бы понять, как будет музей развиваться, да, и в этом участвовать тоже. Роман, вот я готова, ну вот дайте какую-нибудь паузу небольшую. Да, конечно, конечно. Влезти хозяйственные проблемы. Я готова представить с коллегами наше видение новых направлений движения музея-заповедника. Светлана Мельникова отметила, что не теряет надежды создать во Владимире музей 20 века и начать работу по взрождению усадьбы Храповицкого в Муромцево. Татьяна Гордеева, Стас Трегубов, Губерния, 33. Светлана Мельникова, Стас Трегубов, Губерния, 33.